Здравствуйте! В эфире программа «Буду здоров!» С вами Мария Руда. И сегодня мы вместе с врачами М-клиник поговорим о таком серьезном и крайне распространенном заболевании, как гипертония. Гипертония – это заболевание, при котором повышается артериальное давление. Опасно и само резкое повышение давления, и те патологии, которые развиваются впоследствии. Чаще всего это нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. При отсутствии адекватного лечения может произойти гипертонический криз. Гипертония – это, в общем-то, бич нашего общества сейчас. Причем болеют не только люди после 40-50, но и у молодежи повальные. Можно сказать, гипертония очень и 20-летняя, и 20 плюс-минус. Давление высокое, бывает даже и 200, там у них за 200. Врачи уверяют, поставить диагноз гипертония может только специалист. Повышение артериального давления не всегда связано с гипертонией. Чтобы понять, что послужило причиной, необходимо пройти ряд обследований. Есть еще так называемые симптоматические гипертензии. Это не гипертоническая болезнь, это повышение давления при другом заболевании. Это дают эндокринные заболевания, заболевания почек чаще всего. Это симптоматические гипертензии при каких-то других заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Ну, есть нехорошие, конечно, заболевания, особенно эндокринные, как филкомцитома, это опухоль надпочечников, которые дают высокие цифры давления, дают кризы. Почки, заболевания почек, хронический пилонефрит и особенно опасность заболеваний хронический гломеронефрит, который, к сожалению, не вылечивается. Больные с гломеронефритом практически долго не живут. Заболевание, которое, в общем-то, считается как бы аутоиммунной, может возникнуть после простудных заболеваний, после ОРВИ, гриппа, после заболеваний, связанных с трептококком, с дофилококком, в общем-то, там идет аутоиммунное поражение почек и развивается вот такое заболевание нехорошее. Пилонефрит, ну, это заболевание часто бывает, в общем-то, оно, ну, тоже хорошего ничего нет, но, как бы, заболевание для жизни, для прогноза, в общем-то, если больной лечится, как бы, живут они долго и счастливо. Есть симптоматические гипертензии, это при каких-то пороках сердца, есть патологии аорты, например, коарктация аорты. В общем, чтобы нам поставить гипертоническую болезнь, нужно сначала отмести все другие заболевания, симптоматические гипертензии. Если у пациента обнаружили высокое давление, его полностью обследуют. Анализы, осмотр специалистов в отдельных случаях требуется и компьютерная томография. И только после того, как врач исключит все возможные болезни, уже ставится диагноз гипертония. К сожалению, это заболевание довольно серьезное и даже опасное. Опасен своими осложнениями. В основном, значит, при гипертонии там что идет? Там идет нагрузка на сердце и на сосуды. Вот первая цифра, систолическое давление, она создается у нас сердцем, работой сердца, как сердце выбрасывает кровь в аорту, в сосуды. Второе, диастолическое давление, это нижняя цифра, оно у нас регулируется тонусом сосудов. То есть, получается, что идет нагрузка на сердце, сосуды перегружены, опять все в основном идет через почки, симпат-адреналовая система, это опять эндокрины. В организме человека все очень взаимосвязано. Я хочу сказать, что гипертоническая болезнь, наверное, практически больше 90% случаев есть причина вот таких осложнений, как инфаркт и инсульт. Лечение гипертонической болезни, конечно, должно быть комплексным. И на первое место здесь все-таки традиционная медицина предусматривает обязательный прием лекарственных веществ. Обязательно нужно соблюдать диету, отказаться от вредных привычек, как курение, употребление алкоголя. Обязательно еще раз подчеркну, это прием назначенных врачом средств гипотензивных. Что представляет иногда большую проблему в том, в плане, что нужно время, чтобы подобрать оптимальную терапию, индивидуальную для каждого больного. Это обязательное условие. Врачи призывают пациентов не заниматься самолечением. Препаратов, снижающих давление, на фармацевтическом рынке сейчас очень много. Но как узнать, от чего давление поднимается? Здесь поможет только врач и полное обследование. В нашей следующей программе мы вместе с врачами М-клиник расскажем о том, какие способы лечения гипертонической болезни на сегодняшний день являются самыми действенными и актуальными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова